Всем привет, друзья! Сейчас, прямо в эти минуты, в мире, происходят воистину исторические события и небывало драматические. При этом большинство людей все же, все еще находятся в тотальном замешательстве и до конца не понимают, что происходит. При этом смотрят на вещи крайне поверхностно, не углубляясь вглубь вопроса. Это неудивительно, ведь помимо войны горячей, которая сейчас идет в Украине, так называемой военной операции, идет еще и небывалая информационная война. Так вот, ситуация выглядит так. Как бы многим не хотелось это принять, как бы многим из тех, кто меня смотрит, не хотелось это слышать, а многие очень это граждане России и люди, которые живут в России, поэтому для вас слышать это будет наверняка неприятно. Но жизненно важно сейчас, в первую очередь, для вас, дорогие россияне, хотя бы попытаться взглянуть вглубь вопроса, а не смотреть на вещи поверхностно. Так как того хотели бы те, кто за всем этим стоит. Что значит поверхностно? Поверхностно это значит, то что вы сейчас, многие из вас, в состоянии эйфории, потому что вам кажется, что Россия восстановит свои исторические границы, Россия вернет себе мощь времен Советского Союза, а то и Царской империи, Россия станет новой суперсверхдержавой мировой, Россия защитит Донбасс, непонятно от кого, от самой себя, наверное, да, Россия вычистит каких-то мнимых фашистов с Украины, освободит Украину от фашистов и так далее и тому подобное. Все, что я сейчас перечислил, тоннами вливается с утра до ночи и на протяжении даже ночи каждый день из средств массовой информации, пропагандистских, российских. И это вливается не сейчас, подготовка к этому ведется уже годами, 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 годами. Я на данный момент уже абсолютно убежден, что Путин является агентом глобальных элит, так называемых, то есть тех, кто стоит за всеми основными процессами, происходящими в мире. Неизвестно сразу же он был завербован этими элитами или завербовали его относительно недавно, но точно не позже 2020 года. Это человек, который уже уничтожил такие государства, как Россия и Беларусь. Пока что это просто незаметно. Не спешите выключать это видео, досмотрите до конца и объясню вам, почему я так думаю. А также обязательно нужно пройти и подписаться как на мои телеграм-каналы, так и на резервные ютуб-каналы, чтобы мы не потеряли с вами связь в случае, если этот канал перестанет существовать. Ссылки на перечисленные ресурсы в описании к этому видео. Я не буду вам навязывать свою точку зрения, просто призываю вас хотя бы задуматься об этом, пока для вас еще не слишком поздно. Потому что для России, к сожалению, к большому сожалению, уже поздно. Как и для Беларуси. Я имею ввиду для государств самих, для таких образований, как Россия и Беларусь. Но не для народа. Для народа еще не поздно решить для себя и сделать свой выбор и разобраться, что к чему. Так вот, просто смотрите на факты. Я сейчас буду говорить абсолютные факты, никакие не фейки. И даже близко. А факты заключаются в том, что еще каких-то 5 дней назад Россия была в самом деле страной по вооружениям. На втором месте после США официально. То есть по мощности армии вообще. Сейчас она отлесела на десятки позиций назад. И это факт, потому что она уже какой день не может взять контроль над Украиной. И более того, в то, что я скажу большинство из вас, кто живет в России, скорее всего, не поверят. Но суть заключается в том, что очень жесткий отпор дается на территории Украины. Российским войскам. Наземные войска просто уничтожаются. Единственное, что спасает, это авиация и ракеты дальнего и среднего действия. Вот такие вещи. Это действительно хорошо развито у России, как показала практика сейчас. Наземные же войска сухопутные. Это прошлый век. В основном это техника еще со времен Афганистана. Что и требовалось доказать. Я знаю, чем я говорю, потому что я эту технику видел сам, когда служил в армии в Беларуси. Ну и вот эта техника сейчас ездит по Украине. Как мы видим, и зачастую мы видим даже уже не технику, как таковую, а только ее обломки там. Но захватывается частенько и целое. Поэтому все наглядно показывается, да, что это за вооружение пресловутое. И разумный человек по-любому начинает понимать, куда спустился весь тот многомиллиардный бюджет, который выделялся на вооружение все эти годы. Ну понятно, куда. На особняки за границами и яхты и так далее и тому подобное для олигархов различных, а также российских политиков. Это только первый пункт. То есть Россия уже слишком, просто катастрофически потеряла пункты в плане авторитета собственных вооруженных сил. И тут я не в упрек говорю ни в коем случае Украине. Все-таки ее армия настоящая герой, да, если учесть какой дают отпор. Но тем не менее, российская армия считалась, еще раз повторюсь, второй армией в мире после США. Теперь это абсолютно не так. Но это только начало. Второе. Россия полностью уничтожена экономически, потому что санкции, которые введены, они абсолютно небывалые за всю новейшую историю человечества. Даже против гитлеровской Германии и близко не вводилось таких санкций. Потому что даже после того, как Германия развязала войну против таких стран, как Франция, Чехословакия, Великобритания и многих других, все это время Советский Союз продолжал поставлять сырье для производства оружия Гитлеру. Это доказанный исторический факт. До того момента, пока Гитлер не напал на Советский Союз, соответственно. Сейчас же Россия в таком положении, и это тоже факт. Я знаю, что, опять же, те, кто живет в России и смотрит в основном пропагандистские СМИ, вам говорят там, что, ну, как бы, санкции не такие уж и страшные. Их бы по-любому ввели, даже чтобы мы не напали на Украину. А, нет, не начали там военную операцию по освобождению Украины, как это говорится официально в пропагандистских российских СМИ. И вам говорят, что эти санкции в любом случае были бы неизбежны, и мы по-любому с ними справимся. Не так страшен черт, как его молюют. Ну, примерно так вам говорят, да. Но поверьте, вас очень сильно вводят в заблуждение. И поймите, что все это говорю сейчас вам только для того и потому, что я все-таки считаю и убежден, что среди граждан России большинство адекватные люди, очень хорошие люди. Мы славяне, мы один народ. Я сам белорус, еще раз напомню. Жена украинка, и у детей моих украинское гражданство. Суть не в этом. Суть в том, что я реально очень переживаю, и мне больно за ваш народ. Хотя сейчас, в первую очередь, очевидно, страдают украинцы, да, неимоверно страдают. Но на самом деле трагедия в то же время происходит и с Россией. Невероятная трагедия. Но за железным занавесом тотальной пропаганды большинство людей, к сожалению, пока что это не видят. Так вот, Россия полностью отрезана от мира уже, считай, в экономическом плане. Не бывало, санкции абсолютно введены по всем фронтам, связи банков российских с внешним миром абсолютно обрезаны. Абсолютно. Все крупнейшие компании, которые имели хоть какой-то бизнес за границей, российские компании, они этот бизнес теряют, и он попросту уничтожен, так как отключается SWIFT, как я и говорил уже в предыдущих своих видеороликах. И много чего еще в этом плане предпринимается или уже предпринято. Третий пункт, который появился после того, как Россия начала так называемую военную операцию на Украине, этот пункт заключается в полной политической изоляции России. То есть в плане политических настроений к самой России, как государству и к русскому народу, с каждым часом эти настроения ухудшаются и ухудшаются. И если в каких-то западных или каких бы то ни было вообще странах до этого времени еще были в парламентах какие-то политики, которые были за политику России, так или иначе, то теперь их просто нет, таковых политиков. Просто нет. Потому что тот, кто хоть как-то намеком высказывается за то, что делает сейчас Россия на Украине, он приравнивается чуть ли не к преступнику. И это правильно совершенно, конечно. То есть вот уже три таких пункта просто невероятных, которые вы не понимаете, россияне, вы не понимаете, как это ударит скоро уже по вам. К вам будет отношение, как к немцам после Второй мировой войны. Еще десятилетия было отношение. Не очень хорошее, как вы понимаете. Хотя сам немецкий народ, конечно же, как и вы сейчас, в большинстве своем абсолютно не был виноват в тех зверствах, которые происходили. Народ, который не воевал, имею в виду обычные граждане. Просто оказались заложниками такой ситуации, так же, как сейчас и россияне. Но мы идем дальше. Это далеко не конец. Наберитесь терпения и дослушайте до конца. Опять же, это никакие не фейки. То, что я вам говорю, это факты. Я не говорю сейчас о том, кто кого взрывает там на Украине, кто там побеждает или проигрывает. Ну, об этом я уже сказал, да. Потому что это тоже правда. И правда, это скоро всплывет, поверьте. Хотя, опять же, официально заявляется с российских СМИ абсолютно другое. Но мы идем дальше. Полное уничтожение России происходит сейчас, как государство, которое представляет хоть какую-то реальную, опять же, военную угрозу. Потому что то, что и рейтинги России упали в плане военном, это одно. А то, что она реально сейчас очень быстро начнет терять военный потенциал, это совсем другое. А она начнет его терять очень быстро, потому что запрещены поставки огромного количества составляющих и комплектующих для российского вооружения с каких бы то ни было стран мира. Полностью обрезаны. Это неимоверно и небывало ударит по российскому вооружению, то есть по производству новых технологий и вооружений, в оборону промышленности и так далее. То есть в этом плане, в среднесрочной перспективе, это буквально несколько месяцев, Россия упадет ниже плинтуса до уровня еще, наверное, 30-х годов прошлого столетия. Может быть даже так. Потому что даже страшно представить, какой эффект сейчас эти санкции воспроизведут на российскую экономику в этом плане. Но мы идем дальше. Это был только четвертый пункт. То есть полное ослабление России произошло. То есть происходит, начало, только начало происходить, поэтому это сразу моментально незаметно. Полное ослабление начало происходить в плане вооружений, производства оружия. Следующий пункт, который появился опять же, да, после этих действий в Украине, он заключается в невероятном объединении сил НАТО. Страны НАТО никогда еще не были так сильны, как сейчас, в плане именно взаимопонимания, объединения, координации действий, в плане наращивания военной силы у границ Белоруссии, России и так далее. Никогда такого не было. Никогда не стягло с такого количества военной техники и военных. И никогда не было такого взаимопонимания. Это все тоже получилось благодаря действиям России. Хотя Путин заявлял, и сейчас заявляет, если вы помните, что все, что он делает, это для того, чтобы обезопасить Россию. Но он сейчас поставил Россию своими действиями на край ядерной бездны. Бездны ядерной войны. Это никакой не фейк тоже. Скоро об этом вам скажут. Наверное, даже из государственного телевидения, если еще не сказали. Всего наши подлодки способны выпустить более полутысячи ядерных боеголовок, что гарантированно уничтожает США и все страны НАТО в придачу. Это по принципу, зачем нам мир, если в нем не будет России. Это опять же все. Обращаюсь к той части российского населения, которые убеждены, что их президент самый лучший в мире и все делает супер правильно, освобождает Украину от фашистов. И что ничего не будет потом, никаких последствий. Все переживем. К сожалению, нет. А может и к счастью. Так вот, идем дальше. И кстати, пока не пошел дальше, белорусов постигнет, к сожалению, та же участь, а сам белорус. Уже идет тотальное разделение, сегрегация народов. То есть, вражда сеется между нами. Нас разделяют. Неужели вы этого не видите? Что нас целенаправленно разделяют? Даже семьи опять начинают тотально ссориться. Потому что они находят общий язык в этом плане. Те, кто зазомбированы российской пропагандой, поддерживают уничтожение, по сути, украинского народа. Те, кто видят, что там происходит, справедливо взбешены и невероятным образом озлоблены на тех, кто это поддерживает. Вы разве этого не замечаете? Как очевидно, что нас просто разделяют. Потому что самое страшное для тех, кто за всем этим стоит, это если мы объединимся. И это очень важно. И это сейчас происходит, в эти минуты. Откройте, наконец, свои глаза. Что еще хотел сказать, что очень важно. Об этом не раз уже было сказано от различных деятелей. Но я вынужден упомянуть то, что Путин, по сути, сделал то, что не удалось сделать ни одному абсолютно политическому лидеру и президенту за всю историю Украины. Сейчас я об Украине говорю. Ему удалось невероятным образом консолидировать и объединить народ Украины. Он восстал единым фронтом. Политики, бизнесмены, бывшие действующие президенты, шоумены, звезды шоу-бизнеса и обычная рабочая с заводов. Все взяли в руки оружие. Кто-то управляет ударами с командных центров. Другие берут в руки автоматы. Третьи идут на танках. Четвертые управляют беспилотными дронами. Идут в атаку. Все одним фронтом. Женщины вооружаются даже. Инвалиды на колясках делают коктейли Молотова. Это все происходит. Поверьте, это не фейк. Я вам клянусь, клянусь, что это происходит. Я знаю, о чем я говорю. Я не вру. И не пытаюсь здесь как-то ввести вас в заблуждение. Российские ребята, которые даже не знают, куда они едут, большинство в своем приезжают и горят там заживо. Целые колонны российской техники взрываются. Взрываются, понимаете, в эти минуты. То есть, что мы имеем в итоге, благодаря этим действиям Российской Федерации? Мы имеем беспрецедентную просто-напросто катастрофу. В первую очередь, даже не для Украины, а для России. Просто это еще незаметно. Но на самом деле все. Путин подписал приговор российскому государству. Так же, как и белорусскому, конечно же. И тут можно сделать только два вывода. Либо он сумасшедший, потому что не знать, что могли быть такие последствия просто невозможно. Либо он действует не самостоятельно. Я склоняюсь, конечно, ко второму варианту. И я убежден, что Путин это просто-напросто агент тех самых глобальных сил, которые за этим стоят. Сил, которые все это время стремились к уничтожению России. И сейчас, по сути, эти силы, против которых, как вам кажется, он борется, но на самом деле эти силы уже победили Россию. Все. Это только вопрос времени. Когда начнут происходить государственные перевороты, Россия расколется на множество частей. И наступит там тотальная демилитаризация. Поэтому пока не поздно. Я призываю всех и каждого, кто смотрит сейчас это видео, встать на правильную сторону. Или хотя бы на ту сторону, встав на которую, вы сможете потом более-менее спокойно дожить свои годы. И вас не будут до конца презирать, как пособников фашизма 21 века. Потому что правильной стороны сейчас, наверное, нет уже, конечно же. Но хотя бы попытайтесь встать на ту сторону, встав на которую клеймо вот этого геноцида, который сейчас происходит в Украине, со стороны России, не ляжет ни на вас, ни на ваших детей. А если ляжет, то относительно быстро получится его отмыть. И поспособствовать этому могло бы сейчас только ваше сопротивление. Выходите миллионами, консолидируйтесь. Свергайте эту власть. Пока все не дошло, ну не знаю, уже все дошло, зашло слишком далеко. Но нужно хотя бы попытаться остановить беспрецедентную гибель людей, ни в чем не повинных. Женщин и детей, которых сейчас расстреливают и уничтожают в Украине. Российские войска. Это происходит. Военные эксперты с ГААКского трибунала уже работают на месте. И это все будет доказано, поверьте. К сожалению, практика показала, что люди оказались подвержены влиянию той мощнейшей пропаганды, даже гораздо больше, чем я предполагал. И опять же о россиянах сейчас говорю. Ну просто как можно свято верить в такие дикие вещи, которые вам рассказывают? Вот как? То, что там фашистами захвачена Украина какими-то. Свято верят многие. Я понимаю, что, еще раз повторюсь, вам сейчас кажется, что империя российская восстановится. Путин великий президент. Мы побеждаем, мы все захватываем, мы завоевываем. Но все с точностью наоборот. Все с точностью наоборот. Россия мировой изгой. Вы никуда не едете с российским паспортом. Вас везде будут презирать. И ваших детей. А когда придет голод из-за того, что экономика уничтожена, и ваши маленькие дети будут просить мама, я хочу кушать, а вы не сможете им дать еды, потому что вам не за что будет ее купить, да и полки магазинов будут пусты. Тогда вы поймете, что я говорил правду. Но будет слишком поздно, друзья. Слишком поздно. Поэтому те, кто сейчас поддерживает тот ужас, что творится, а таких очень много я знаю. Пожалуйста, хотя бы попробуйте также черпать информацию с альтернативных источников. Не только из средств массовой информации, официальных российских. Но иначе вы обрекете себя просто на ужасное будущее. Себя и ваших близких. Очень надеюсь, что я буду услышан. И очень важный момент хочу напомнить. Для беженцев из Украины, которые едут сейчас неимоверными количествами в республику Польша, где я сейчас нахожусь. У меня в Польше свое агентство по трудоустройству. И если вы тут окажетесь, опять же, в ситуации, когда вам нужно будет высылать какую-то денежную помощь в Украину, близким, которые остались там, возможно, вашим мужьям, которые там воюют против агрессора, то мы сможем предложить вам здесь достойную работу, где вы сможете эти деньги заработать. Поэтому наши контакты в описании к этому видео проходите и ознакомливайтесь. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. Поддерживайте это видео лайками. Делитесь ссылками на него с друзьями. Всем спасибо. Берегите себя. Держитесь. Боритесь. Всем пока.